Привет, друзья! Сегодня готовим торт пражский. Он очень нежный, вкусный, подойдет к любому торжеству и на день рождения, и на юбилей, и просто к любому сладкому столу. Для начала мы застелим нашу форму пергаментной бумагой, вырежем по ее размеру из бумаги для выпечки и смажем нашу форму растительным или сливочным маслом. Возьмем муку, сахар, 7 яиц, какао-порошок, сливочное масло. В миску нужно отделить желтки от белков. Мы будем растирать наши желтки с половиной нормы сахара. Все хорошо нужно перемешать до растворения крупинок сахара. В чашку миксера отправим 7 белков и будем взбивать их до устойчивой пены. Белки должны взбиться в очень крепкую белую пену. К нашим белкам отправляем оставшийся сахар и все хорошо взбиваем. Сахар растворился, теперь отправляем наши белки к нашим желткам. И все хорошо вручную перемешаем снизу вверх, очень аккуратно. Вот такими вот аккуратными движениями. В 2 или 3 захода нужно все белки размешать с желтками. Отправляем муку, просеянную к нашей смеси. И тоже хорошо аккуратно все перемешать. Туда же отправляем какао-порошок. И все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Но мешаем недолго. И в конце добавляем растопленное сливочное масло. Тоже хорошо все перемешиваем. Берем нашу форму. И выливаем нашу яичную смесь для выпекания. Ложечкой хорошо разравниваем поверхность, чтобы она была ровной. Разогреваем духовку до 190 градусов. И выпекаем наш пирог в 40 минут. Готовим сейчас глазурь. Отправляем сахар, какао, воду, сливки. Пока наша смесь закипает на плите, мы замочим в воде желатин. Смесь нужно довести до кипения и отключить, но не кипятить. Сейчас будем вынимать из формы наш пирог. Ножечком аккуратно нужно отделить от стенок. И я переворачиваю пирог на вот такую вот решетку. Может быть у кого есть, от микроволновой печи. На ней удобно очень. И удаляем нашу бумагу. Отправляем шоколад к нашей глазури. И растворяем. Он должен очень хорошо раствориться. Далее отправляем замоченный желатин в нашу смесь. И все хорошо перемешиваем. Желатин должен тоже раствориться. И превратиться вот в такую вот блестящую глазурь. Отставляем в сторону при комнатной температуре нашу глазурь. В чашу миксера отправляем размягченное сливочное масло. Мы будем взбивать крем. Масло должно быть мягкое-мягкое. Будем его взбивать до бела. Сейчас приготовим крем заварной. Выливаем сгущенное молоко, желтки, воду и какао-порошок. И нашу смесь будем нагревать на огне, на медленном, до загустения. Чтобы наша смесь как бы заварилась и стала густой. Потом эту смесь будем отправлять к нашему взбитому маслу. Все хорошо надо перемешать. И вот такой вот густой она должна стать. Пока все наше остывает, все наши крема, мы сейчас подготовим коржи. Разрежем на три равные части. Возьмем нитку и проденем по кругу нитку, для того, чтобы разрезать наш корж. И вот такими вот движениями мы разрезаем наши коржи. Вот такой ровненький он должен получиться. К нашему взбитому маслу отправляем наш заваренный крем. Он должен получиться вот такого коричневого цвета. Убираем на холод. Ну что, собираем наш тортик. Наш крем уже загустел в холодильнике. И начинаем смазывать наши коржи. Сверху накрываем вторым слоем. Также смазываем кремом. И накрываем третьим коржом гладкой стороной вверх. Очень хорошо размазываем наши бока кремом. И сейчас будет самое интересное. Берем нашу глазурь остывшую. И заливаем наш торт. Глазурь должна стать густоватой за счет желатина. Берем лопаточку. И лопаточкой сгоняем вот так по краям, чтобы глазурь покрыла все бока нашего торта. То, что стекает вниз, можно это все собрать. И повторно покрыть вторым слоем наш торт. Только после того, как первый слой застынет. Ну вот, я вот таким образом замазала все свои бока у торта. Можно украсить торт по вашему желанию. Можно орехами посыпать. Можно розочки сделать из крема. В общем, на что хватает вашей фантазии. Можно украшать на любой вкус. Торт надо выдержать ночь. Как минимум в холодильнике. Но я не стала так долго ждать. Я решила вам показать. Уже через полтора часа я его вытащила из холодильника. И начала его разрезать. Хочу сказать честно, что утром мы уже его попробовали. Он был намного мягче, намного сочнее. Ну вот, я сейчас вам продемонстрирую. Режется он мягко. Ну вот, смотрите, какой он внутри. Я хочу еще обратить ваше внимание, что я пекла в форме диаметром 27 сантиметров. Если взять форму 24 или 26, торт будет выше, коржи будут толще. И мне кажется, он будет смотреться даже еще красивее. Но у меня такой формы не было, нет. Поэтому я пекла вот в такой форме 27 сантиметров. Но он тоже получился очень мягкий, нежный, вкусный. Такой вы в магазине точно не купите. Приятного вам аппетита. Ставьте пальчик вверх. Жмите поделиться. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok